МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отражает историю как профессионального, так и любительского спорта. В зале можно посмотреть на спортивную экипировку и инвентарь советских лет. Лыжи, ласты, роликовые коньки, ракетки и даже мотоцикл. Также в экспозиции представлено множество значков и медалей, дипломы и фотографии с различных соревнований. Среди имен победителей есть и гомельские спортсмены. Например, первый олимпийский чемпион Беларуси Леонид Гейштар. Экспозиция проходит в рамках юбилейной серии выставок под лозунгом «Коллекции музея к столетию музея». Еще одна выставка в той же тематике – это «Закулисье побед» минского фотохудожника Евгения Змушко. Она открылась в Музее истории печати и фотографии Гомельщины. На экспозиции представлено 30 работ, отражающих красочность и сложность тренировок гимнасток. Посетители могут увидеть закулисную жизнь соревнований. В объективе Евгения Змушко – история трудного пути к успеху белорусских спортсменок. Далее анонс культурных событий следующей недели. 20 июня в Гомельском кинотеатре «Мир» презентуют белорусский фильм «Неприкосновенность». Остросюжетный детектив представит творческая группа во главе с режиссером Дмитрием Зайцевым. Сценарий фильма написан по мотивам рассказа американского писателя Роберта Колби «Голос в ночи», герой которого совершает преступление и остается безнаказанным. Историю адаптировали к минским декорациям. Главные роли исполнили белорусские актеры. Сюжет заинтересует любителей детективных историй с неожиданной развязкой и психологическим подтекстом. Гомельский областной драматический театр покажет премьеру «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина. Создатели спектакля задаются вопросом, можно ли забывать зло. Если забыть страшные вещи, предательство, убийство, то рано или поздно они будут прощены, а потом возвратятся вновь, принося все новые и новые страдания. Эту постановку посвятили 80-летию областного драматического театра, которое будет праздноваться в декабре этого года. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».